Жилой дом на Котельнической набережной в Москве, одно из высотных зданий, построено в Устье Яузы в 1938-1952-м, авторы проекта Дэн Чичулин А. Ростковский, инженер Лэм Гохман, курировал строительство, в том числе, настоял на выборе площадки для строительства дома Лаврентия Берия. Дом, замыкающий перспективу от Кремля к Устье Яузы, строился как город в городе в 1938-1940-м, 1948-1952. Центральный объем насчитывает 26 этажей и имеет высоту 176 метров. В высотке расположено 540 квартир, из них 336 двухкомнатных, в 173 трехкомнатных, в 18 четырехкомнатных и 13 однокомнатных квартир. К нему примыкает старый, девятиэтажный жилой корпус, выходящий на Москву-реку, спроектированный теми же авторами в 1938-м году и завершенный в 1940-м. Всего в здании находятся 700 квартир, магазины, почтовое отделение, кинотеатр, иллюзион, музей-квартира Г. Сулановой, здание в искусстве, в литературе. В романе «Москва-ква-ква» Василия Ксенова главная героиня романа 19-летняя золотоволосая студентка М. Г. Углейка Наводканная живет со своей семьей в этом доме и в этом же доме. По замыслу автора романа находится секретное убежище, где погибает И. В. Сталин. Дом на Котельнической набережной упоминается в романе Людмилы Улицкой «Медеи и ее дети». Персонаж романа пытается покончить с собой после того, как с седьмого этажа выбросилась молодая девушка, дочь знаменитого авиаконструктора. В музыке и поэзии «А когда отступит страх на секунду, в миг короткий, я как взмою на крылах над бульваром и высоткой, и над ею залетя, звонко свистнув, что из мочи пронесусь дугой, шутя в черной ночи». Между прочим, Гарик Сукачев «Ночной полет» в кинематографе в фильме «Москва слезам не верит». Героиня встречает киноактеров Харитонова, Юматова и Смактуновского возле кинотеатра «Иллюзион». В действительности в этом доме жил настоящий профессор М.Н. Тихомиров, историк, академик Анас СССР. В фильме «Каникулы», «Кроша», «Кроша» и другие герои живут в корпусе А. Дома на Котельнической набережной, советском двухсерийном художественном фильме «Покроски и ворота». Во второй серии родители Маргариты живут именно в доме на Котельнической набережной. В фильме «Кикс» в этом доме живет главная героиня, певица Жанна Плавская. И происходит ряд основных событий в фильме «Святой». Во дворе высотного дома Саймон Темплар приземлился на кузов грузовика после прыжка с верхнего этажа здания. В киножурнале «Эролаж» выпуск номер 139. В фильме «Брат 2» в этом доме живет Ирина Салтыкова. В телесериале «Бригада» друзья дарят Саше белому квартиру в доме на Котельнической набережной. В первый же день на молодоженов совершают покушение с помощью растяжки с гранатой в подъезде. В сериале «И все-таки я люблю» в фильме «Стиляги». В нем живет лидер «Стиляг» Фред, типичный представитель золотой молодежи, сын дипломата, студент МГИМО. В фильме «Ты и я» в этом доме живет одна из главных героинь – Джейн Сойер. В фильме «Катастрофе» фантом в здании проходит один из основных эпизодов фильма. В сериале «Фурцево» создатели фильма поселили Екатерину Фурцеву в этот дом. Реально она жила на Тверской улице. В сериале «Шпион» в доме на Котельнической набережной была квартира старшего майора Госбезопасности Октябрьского. Там же его арестовывают в конце фильма. Сам высотный дом в сериале показан без шпиля. В сериале «Следствие вели» с Леонидом Каневским. В выпуске «Москва слезам не верит» подлинная история оттуда с балкона падает Ольга Шумакова, которую сбросил человек, приглашенный ей уже самый на праздник. В сериале «Последний из Магикиан» семья героя жила в 68-й квартире происшествия. 20 августа 2014 года во время конфликта на востоке Украины на шпиле этой высотки был замечен украинский флаг, который провисел там около трех часов. Также половина звезды, венчающей шпиль высотки, была покрашена в голубой цвет, из-за чего приобрела расцветку украинского флага. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Позже переквалифицированное как «хулиганство» по подозрению в причастности полиции было задержано четыре гражданина России. 26 августа появилась информация, что «Мустанг Вантед» продал свои фотоматериалы с высотки на набережной телеканалу «Лифеньюс» за 5000 долларов, который обещал направить батальону «Донбасс». 11 сентября Таганским судом Москвы было объявлено о заочном аресте и международном розыске Павла Ушивца по делу о вандализме и хулиганстве. Между тем, глава МВД Украины Арсен Аваков, получив запрос на выдачу Павла Ушивца российскому отделению Интерпола, на своей странице в Фейсбуке отказал в этом, добавив, что Павел якобы выполнял в Москве секретное задание, за что был награжден именным оружием. При этом была выложена фотография Арсена Авакова с Павлом Ушивцем, держащим в руках пистолет. 10 сентября 2015 года завершился судебный процесс над потерями обвиняемыми по данному делу. Таганский суд Москвы приговорил руферу Владимира Подрезова в пособничестве неустановленному лицу в вандализме и приговорил к двум годам и трем месяцам лишение свободы и оправдал остальных четырех фигурантов, без джамперов, совершивших прыжок с высотки после покраски звезды, поскольку счел недоказанным их сговор с лицами, покрасившими звезду. 17 декабря 2015 года Мосгорсуд смягчил наказание Вадиму Подрезову, заменив его на ограничение свободы на два года и десять месяцев, а также подтвердил оправдательный приговор остальным фигурантам известной жильцей.